Тип голоса можно определить по тембру, тесситуре, переходным нотам и диапазону. Эти характеристики доступны как слуховому анализу, так и анализу с помощью компьютерных технологий. Тембр – характерная окраска звука, сообщаемая ему обертонами, призвуками. Это сложное качество певческого голоса. Тембр голоса образуется за счет суммарного звучания основного тона и частичных тонов – обертонов. Но если рассматривать тембр как один из критериев типа голоса, то основной характеристикой тембра будет считаться расположение высокой певческой форманты в общем спектре голоса певца. Высокая певческая форманта – это группа обертонов, являющаяся усиленной высокочастотной областью – спектре голоса профессионального певца. У басов и баритонов высокая певческая форманта находится в пределах от 2000 до 3000 Гц. У теноров, сопрано и более высоких голосов она может доходить до 4000 Гц. Тесситура – преобладающее расположение звуков по высоте в музыкальном произведении по отношению к диапазону голоса. У каждого типа голоса может быть в произведении высокая, средняя и низкая тесситура. Но в зависимости от типа голоса каждый певец имеет свою удобную среднюю тесситуру, то есть небольшой набор рабочих нот, которые получается брать без особой затраты сил. Например, удобная тесситура баса-профунда от ноты фа большой октавы до ноты ре малой октавы. При этом для высокого баса эта тесситура является низкой. И наоборот, нота ми первой октавы для центрального баса относится к высокой тесситуре, но к низкой для сопрано. Переходные ноты – это ноты, на которых в пении наступает смена режима работы голосовых связок, меняется биомеханизм смыкания, происходит переход из одного регистра в другой. Различают грудной, головной и смешанные регистры. Если петь полным смыканием гамму снизу вверх, можно обнаружить свою переходную одну или две ноту. Переходная нота наступает тогда, когда петь полным смыканием, поднимаясь вверх, становится сложно. Ощущается сильное напряжение и невозможность сохранить прежнее звучание. У необученного певца в этот момент наступает форсировка, крик, ломка голоса и резкая смена грудного регистра на головной – фальцет. Таким образом, переходные ноты – это ноты голоса между грудным и головным регистрами. Чаще всего грудной регистр – это весь диапазон голоса ниже переходных нот, а головной регистр – диапазон голоса выше переходных нот. Но если рассуждать более корректно, регистр – это способ смыкания голосовых связок, особый биомеханизм внутренней работы гортани. При пении в грудном регистре голосовые связки смыкаются полностью по всей своей длине и толщине, в колебаниях участвуют черполовидные хрящи, голос звучит мощно, тембр насыщенный, ощущается резонанс в груди. При грудном регистре глубина смыкания голосовых связок распространяется на всю их толщину. В зависимости от пола и типа голоса, толщина голосовых связок может варьировать от 0,5 см до 1,5 см, длина – от 1,5 до 2,6 см. Чем толще и длиннее голосовые связки, тем более низкий голос и насыщенный тембр. На повышение голоса в таком регистре влияет наклон щитовидного хряща. При наклоне щитовидного хряща связки, прикрепленные к нему, растягиваются и натягиваются, как струна. Благодаря наклону щитовидного хряща связки растянулись, голос стал выше, увеличилось расстояние между щитовидным и черполовидными хрящами. В грудном регистре при растягивании голосовых связок и соответствующем повышении звука сохраняется постоянная вибрация голосовых связок по вертикали и по горизонтали, а также в голосообразование включены черполовидные хрящи. Но такой способ повышения звука имеет свои физиологические границы, поэтому самый высокий участок диапазона хочется брать фальцетом. Продолжение следует...